МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Объектив». Этот выпуск мы решили посвятить проблеме, из-за которой происходит большинство бед в нашей стране – пьянству. Только попробуйте вспомнить хотя бы навскидку, сколько ваших историй начинается со слов «Ну, например, собрались мы как-то с друзьями» или «Ну, решил я выпить стопку» для храбрости. Немало историй набирается, не правда ли? Если ваши истории имеют положительный или хотя бы негрустный конец, то можно считать, что вам повезло. Ну а мы расскажем вам о том, как пьяные похождения могут закончиться. Сегодняшняя Россия победила все рекорды по потреблению алкоголя. Опасный уровень превысил отметку более чем в два раза. Представления иностранцев о россиянах традиционны. Мол, русские – пьяницы в шапках-ушанках. И как ни грустно, в чем-то они правы. Проблема алкоголизма в России стала сегодня огромной бедой. Но вот реплика о национальной особенности совершенно не соответствует действительности. В наши головы вталкивается мнение, что русские испокон веков были бездельниками и пьяницами. А между тем, в России случались мощные антиалкогольные бунты. И таких бунтов не бывало ни в одной стране. В 1858-59 годах разразился мощный антиалкогольный переворот. Он охватил 32 губернии. Жители деревень и селений восстали против спаивания нации. Они громили винные заводы, поджигали петейные заведения, требовали закрыть кабаки. Но царское правительство жестоко подавило это восстание. Тем не менее, крестьяне на сельских сходках призывали не употреблять это зелье, а нарушителей нещадно штрафовать и телесно наказывать. Чтобы задушить бунт хозяева петейных заведений, продавали водку за бесценок и даже раздавали бесплатно. Но это не возымело действие. Только войска смогли остановить это движение. Но в результате бунта разорилось почти 3000 кабаков. Антиалкогольный бунт вынудил правительство отменить откупную систему. Она была заменена акцизами. Середина 19 века характерна своими трезвенническими бунтами. По существу это была самая настоящая война с выстрелами, с погибшими и пленными. Но в нашей истории об этом предпочитали умалчивать. Сражения разразились в 12 российских губерниях. И вот перед трезвенниками встала тяжелейшая задача. Как скинуть власть, поддерживающую пьянство? Что делать с кабачниками, которые пополняли государственную казну финансами, торгуя смертью? Как вы понимаете, проблема эта тревожит наш народ и сегодня. К тому же она усилилась. Нужно срочно предпринимать какие-то меры. Мы неспроста углубились в историю. Только вслушайтесь в вышесказанное. Это очередное подтверждение тому, что все циклично. Только открытого бунта нет. Пока. А между тем, борьба народа с пьянством продолжается. Что касается кабаков и рюмочных, то здесь имеется интересное предложение. Не поймите превратно. Но в первую очередь все наливайки должны быть удалены из жилых кварталов. Это в первую очередь. Если говорить о том, что и сегмент меньшего достатка должен где-то отдыхать, существует такое мнение, я обо нем слышал. В принципе, каждое мнение имеет место быть. Но тогда давайте создадим такие условия, чтобы эти лица не мешали все-таки общественному порядку. Для этого из всех жилищных массивов необходимо удалить все рюмочные и заведения подобного типа. И вынести их, наверное, на какую-то абстрагированную территорию. Да, безусловно. У нас есть игровые зоны, когда правительство принимало закон, у нас сделали несколько игровых зон. Но давайте сделаем тогда в своем городе. Каждый муниципалитет должен принять соответствующие акты по поводу какого-то разграничения, где могли бы эти заведения присутствовать и где бы эти люди никому не мешали. Нужно просто сесть, это хорошенько обдумать и принять дополнительный нормотворческий акт. А пока одни ведут войну кабинетную, в чем мы им пожелаем удачи. Мы выходим на открытый бой с противником. Наша съемочная группа отправляется в рейд по рюмочным. И нас интересуют именно те заведения, которые дислоцируются в жилых домах. А это, как известно, запрещено законом. В августе 2013 года Рязанской областной думой был принят закон номер 43, который с 11 сентября 2013 года запретил торговлю алкогольной продукцией в заведениях таких как рюмочные, забегаловки, мини-кафе, мини-бары и так далее, находящиеся в жилых домах, либо встроенные, либо встроенно-пристроенных помещениях. Норма вступила в законную силу, но, к сожалению, еще есть факты. И вот избиратели обращаются к нам, к депутатам, с такими фактами, когда нарушается эта законодательная норма. Почему же она нарушается? Почему же не работает до конца закон? Вы знаете, здесь несколько причин. Ну, во-первых, предприниматели недобросовестно подходят к своей трудовой деятельности. И, во-вторых, может быть, недостаточно контроля со стороны, скажем так, правоохранительных органов, которые, собственно, по своей функциональной обязанности должны контролировать. Вот, дальше. Может быть, следует исполнительной власти больше обращать на это внимание, потому что именно она выдает лицензии на такой вид деятельности. Потому что в некоторых домах жилых есть рестораны, которые имеют лицензию и продают спиртное. И это законно. Вот. И очень важно здесь сказать о том, что эта проблема в основном инициируется общественностью. Потому что эти пятийные заведения, которые находятся в жилых домах, они мешают людям отдыхать. Они, люди, которые выходят из этих учреждений, они нарушают порядок, они дерутся и ругаются. Ну, как бы, это жителям не очень приятно. И жители обращаются и в милицию, и к депутатам, и мы стараемся этот вопрос решить. Журналисты нашей телекомпании не единожды выезжали по зову граждан в проблемные районы нашего города. Зачастую жителям домов, расположенных по соседству с забегаловками, приходится терпеть такие выходки пьяных клиентов баров, что и представлять не хочется. Одно слово на уме крутится. Фу. Кроме того, мы регулярно выезжаем в рейды, которые проводят сотрудники полиции. Пьянчушки за свою репутацию нисколько не беспокоятся. Даже перед лицом правопорядка и телевизионной камерой. Чаще всего они как сидели, так и продолжают сидеть за грязными столиками. Не пропадать же уже налитому добру. По иронии судьбы, именно вот такие смельчаки, приняв пару стопок на грудь, почему-то сразу же лезут за руль. Это уже верх безответственности и нахальства. Львиная доля смертей на дорогах происходит по вине пьяных водителей. И это не я одна так считаю. Это статистика, написанная кровью. Я не хотел за руль садиться. Хотели просто в машине погреться, не было бензина. Хотели доехать по дворам, дойти с канистры и заправиться. А водительское удостоверение у вас имеется? Нет. А почему тогда сели за руль? Думал, потихоньку доеду, все будет нормально. Машина кому принадлежит? Мне. Управление ГИБДД регулярно проводит рейды по выявлению нетрезвых водителей. Чаще всего это происходит в выходные, что очевидно. Но кому не хочется расслабиться после трудных будней? Только такого рода отдых смертельно опасен. А выпивок водителей, в свою очередь, меньше не становится. В России с начала года количество пьяных за рулем увеличилось почти на 10%. Это только официальные цифры. За 9 месяцев текущего года на территории Рязанской области зарегистрировано 294 ДТП по вине нетрезвых водителей. 19 человек в этих ДТП погибли, 294 получили травмы. По числу погибших у нас некоторые снижения, по количеству раненых некоторые увеличения. Еще одной смертельной опасностью для любителей выпить является суррогатный алкоголь. Тонны паленого пойла реализуются с полок магазинов общего доступа. Ежегодно от наскоро разлитого зелья в Рязани погибают сотни людей. И с этой бедой правоохранители борются без остановки. И с этим поспорить трудно. Полицейские проводят регулярные рейды по выявлению нарушений в сфере реализации контрафактного алкоголя. Бессовестные торговцы, нарушая все каноны моральных и административных устоев, отделываются лишь копеечным штрафом. А между тем люди травятся пресловутой паленкой. И никто не понесет ответ за человеческую жизнь. И ничего, как получается, она не стоит. Так к чему мы, собственно, ведем? А к тому, что всего-навсего нужно соблюдать законы. Ведь пишутся они людьми и для людей. Ну а неравнодушным гражданам и тем более правоохранителям необходимо следить за выполнением этих самых законов. И это касается не только продажи алкоголя, а всего, что угрожает нашему здоровью. Приключения это, конечно же, весело. Но все-таки лучше искать их на трезвую голову. Это была программа «Объектив». Берегите себя. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова